О, привет! Заходи! Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Почему-то часто ЗОЖ произносит как ругательное слово. ЗОЖ – такая прекрасная аббревиатура, такое прекрасное словосочетание – здоровый образ жизни. Казалось бы, что здесь такого плохого? На что здесь нужно ругаться? Это же замечательно – вести здоровый образ жизни, быть здоровым человеком, жить долго, счастливо, активно. Но что в этом плохого? Почему у нас так часто пренебрежительно отзываются о ЗОЖниках? О, ЗОЖники! Прямо фанаты, да? А дело вот в чем. Дело в том, что действительно есть фанаты ЗОЖ. Понятное дело, что крайности в любой сфере ни к чему хорошему не приводят. То же самое касается крайностей в здоровом образе жизни. Я считаю себя ЗОЖницей, но я не считаю себя фанаткой. То есть я за здоровый образ жизни, но я все-таки за образ жизни, но не за образ чего-то такого выдуманного, вычурного, надуманного и гипертрофированного. Жизнь – это жизнь. Она очень многогранна в своих проявлениях. И она требует гибкости. Я помню, когда я училась на каком-то курсе института, у меня моя соседка по комнате в общежитии решила, что мы должны по утрам бегать. Она стала меня агитировать, чтобы я бегала вместе с ней. Мне очень этого не хотелось, потому что я не любитель утренних вообще тренировок и пробежек. Я даже сейчас не делаю утром никакую зарядку. Просто делаю банальную растяжку, такую пятиминутную. Ну, потягушки, другими словами. И мне этого хватает. А более серьезную тренировку или занятие физкультуры я провожу уже позже, где-нибудь ближе к обеду или в послеобеденное время. Ну, вот так моему организму более комфортно. А вот моя соседка по комнате расставила, чтобы мы вставали в 6 утра и совершали пробежку. Ну, я человек такой безотказный, и я согласилась. Ну, хорошо, мы стали бегать. Мы пробегали какое-то время, потом мне это ужасно надоело, потому что эти ранние подъемы. Вот это вот через не хочу, через не могу куда-то бежать в темноту, и я отказала моей соседке. Она, конечно, обиделась, но она продолжала бегать, а я перестала. Потому что я поняла, что если я насилую свой организм каким-то очень даже полезным действием, но которое именно моему организму в данный момент не кажется полезным, и он от него отказывается, то это точно не будет на пользу. То есть то, от чего организм отказывается, а мы делаем это через силу, это точно не полезно, это точно будет во вред. Вот то же самое относится к зожникам-фанатам, которые вот посчитали, там прочитали или где-то услышали, узнали, что вот полезно, допустим, есть сырую растительную пищу, ну да, это полезно, никто это не отрицает. Но они возводят это в культ, они начинают питаться только сырой растительной пищей, не считаясь тем, что к этому нужно готовить организм. Организм не готов сразу перейти от съядности к сыроедению. Но фанаты зожники на это не обращают внимания, они одержимы своей идеей, они одержимы идеей сыроедения, они на него тотально переходят, а потом имеют неприятности. И когда такой вот псевдо зожник имеет неприятности от сыроедения, он потом транслирует это в социум. Вот я типа там делал здоровый образ жизни, и потом у меня случились такие-таки неприятности. Вот, пожалуйста, пример горе зожника, который страдал фанатизмом, и который потом рассказал всему миру, что вот он пострадал. И именно из-за таких фанатов зожников складывается не очень какое-то такое хорошее представление, о зожниках вообще. То есть их считают какими-то чокнутыми, подвинутыми, ненормальными. Хотя на самом деле здоровые, нормальные, здравые зожники – это очень здравые люди. Ну, лично я себя отношу к совершенно здравым людям, и отношусь к зожникам-фанатам, ну, с сожалением, потому что фанатизм в любом деле приводит всегда к каким-нибудь неприятностям. А когда дело касается здоровья, то тем более нельзя быть фанатом. Вот, поэтому я и хочу вас призвать. Если вы решили, что вы будете менять свой образ жизни на более здоровый, то делайте это, пожалуйста, без фанатизма. Если какое-то, ну, любое полезное действие, будь то касаемо питания или физкультуры, не идёт вам, притит вам, и вы делаете это через силу, значит, это точно не ваш вариант. Значит, вам нужно найти какой-то другой способ, другой вариант, пойти другим путём, по этому же, по здоровому пути, по пути здорового образа жизни, ну, просто выбить какой-то другой альтернативный вариант оздоровления своего организма. Не будьте фанатами, не упорствуйте, и тогда всё будет хорошо. Пока, до встречи! И посмотри ещё вот это видео. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok